В эфире Вести Алтай Агробизнес. В студии Дмитрий Клишин с новостями агропромышленной сферы нашего региона. В этом году у нас неплохие озимые. Это дополнительный полмиллиона тонн зерна. Алтайская гречка – высокодуховный продукт. Чего от алтайских крестьян хотят японские духи предков? Растительное масло для Обамы. На Алтае выпускают и такой продукт. А также его пример другим наука. Занят на видео из Братской Белоруссии. Подробнее обо всем этом прямо сейчас. Уборочная страда в крае в самом разгаре. В хозяйствах практически завершили уборку гороха. Активно идет обмолот зернофуража. В бункер идет овес, ячмень и первая пшеница. Органы управления сельским хозяйством на местах рапортуют. В районах осталось обмолотить менее 5% озимых. Всего было посеяно 116 тысяч гектаров. Из них порядка 80 тысяч озимая пшеница. Около 30 тысяч рож и тритикали. Что из этого выросло на полях хозяйства Кытмановское, наблюдала Светлана Глушкова. Хозяйство Кытмановское – самое крупное в районе. Неделю назад здесь приступили к уборке овса. Он прекрасно перезимовал, поэтому урожай настезимой культуры на 5 центнеров выше прошлогодней. Около 40 центнеров с гектара. Сейчас на Кытмановских полях собрано 2370 гектар зерна. Это 25% от всего посева. Специалисты говорят, что в этом году урожай выдался на славу. Поэтому и работа у механизаторов прибавилась. Хозяйству предстоит убрать 650 гектаров озимых культур. Чтобы успеть до начала дождей, механизаторы работают две смены. 23 комбайна трудятся без перерывов. Ускоряет уборку бункер-накопитель. Это чудо техники склад на колесах. В хозяйстве жалеют, что купили только один. Бункер этот три в одном. Это как бункер-накопитель в период уборки. Второй вопрос является для перевозки сенажной массы. Сенажа, силы, самонокорма. Хозяйство Кытмановское планирует убрать зимы и до конца августа. Чтобы в сентябре начать новый осенний сев. В крае зимая рожь и пшеница займут не меньше 138 тысяч гектаров. При урожайности в 40 центнеров с гектара. Эти поля принесут крестьянам полмиллиона тонн зерна. Более полутора миллионов тонн кормов. Таков запас грубых и сочных кормов в хозяйствах края на сегодняшний день. Заготовка сена и сенажа на финальном этапе. Закладка силоса только начинается. Эти работы стартовали в 14 районах. В ряде территорий зафиксировано значительное превышение плана заготовки. По сену с перевыполнением идут 20 районов. По сенажу 10. Ряд хозяйств готов реализовать эти излишки. А также предоставить возможность для самостоятельной заготовки кормов на своих территориях. Адреса и телефоны можно узнать на сайте главного управления сельского хозяйства края в разделе «Корма-2015». Двойной фальшстарт. 11 и 18 августа в стране должны были стартовать зерновые интервенции по закупке зерна нового урожая. Первая дата была установлена заранее приказом министра сельского хозяйства. Вторая была названа, когда на первые торги аккредитовалось всего 30 участников. Хлеб для государства покупает Объединенная зерновая компания на площадке Национальной товарной биржи. Аккредитацию для хранения интервенционного зерна в крае получили на сегодняшний день 7 предприятий. Олесь зернопродукт, Житница Алтая, Третьяковский и Каратаякские элеваторы, Язевское хлебоприемное предприятие, Мухомольно-Крупяное предприятие из Новоалтайска, а также хлебная база номер 39. Знаете, сегодня как раз в начале уборка, о чем всегда говорят, цены, естественно, падают. Но та цена, которая сегодня складывается в крае, то есть зерно все равно реализуется, там остатки прошлых лет какие-то были сегодня, она по краю составляет более 11 тысяч. Это вот на сегодняшний день. Вот то, что обозначили с 11 числа интервенционные торги, значит, это 9500, это цена пшеницы третьего класса, я о третьем классе говорю. Это тот порог, если она опустится ниже вот этой цены, тогда начнутся интервенционные торги. Если цена будет выше, понятно, зачем будет крестьянин продавать, значит, если будет цена. Другим темам японские духи предков, оказывается, предпочитают алтайскую гречку. В августе в этой стране празднуется Бонн, День предков. Для духов зажигают фонарики, ныне здравствующим дарят подарки. По желаниям долголетия считается длинная лапша из особо качественной гречки, которую Олеся Алексеева обнаружила в Алтайском районе. В этом году крупнейшее хозяйство Алтайского района пошло на рискованный шаг. На одном из полей гречиху посеяли в начале мая, на три недели раньше положенного срока. На отчаянный эксперимент аграриев подтолкнули японцы. Жителям страны восходящего солнца свежая гречка понадобилась в середине августа. К одному из национальных праздников. Алтайские аграрии нужный объем согласились предоставить. Заключили с японцами контракт и условия успешно выполнили. Во время уборки у нас были довольно курьезные случаи. Рядом проходит дорога, по которой ездит много отдыхающих, крестьян. И многие не могли просто поверить себе, что мы в это время, довольно ранее, убираем уже гречиху. Выходили из машин, подходили к полю, смотрели какая культура, видели, что гречиха, пожимали плечами, качали головой. Удивлением не было предела. Партия в Японию отправлена недавно. И в Алтайском надеются, что это начало долгосрочного сотрудничества. Уверены, такие контракты не помешают обеспечить крупой и российских потребителей. Тысячу гектаров отвели под гречиху только в этом хозяйстве. Пока погода позволяет рассчитывать на хороший урожай. Уборка этой культуры только начинается. Селяне говорят, дефицита не будет точно. Кому шелуха, а кому ценное сырье для элитного продукта. Турецкие парфюмеры предлагают сделать мыло премиум-класса из продуктов переработки семечек. Начальник отдела маркетинга компании «Юг Сибири» Евгений Ноздрачев сообщил, в Стамбул отправлена первая партия дистиллята жирных кислот объемом 120 тонн. Этот продукт остается после производства рафинированного, дезодорированного растительного масла. В Стамбуле из этого сырья произведут парфюмерную продукцию. Алтайское растительное масло известно не только в Турции. По программе продовольственного фонда «Юнисеф» Алтай поставляет продукцию голодающим странам Африки. Две недели назад буквально продукция ушла в Африку, уже пришла в Африку, в Новую Гвинею, в Сиро-Леоне, во всемирной продовольственной программе. В Кению не отправляли? Пока еще нет. Там как раз-за господин Обама был, может быть, там масло попробовали было. Делегацию корейской провинции Канквон в Бийске накормили пантами. Гости из Южной Кореи побывали в музее морала и на заводе, который производит пантовую продукцию. В экскурсионном маршруте он появился совсем не случайно. Панты – один из основных лечебных продуктов, которые Алтай поставляет в Корею. Лекарства из пантов там продают в жидком виде. Корейцы удивились, увидев привычную им продукцию в виде порошков. Наша компания производит раствор для инъекций. В его составе панты, женьшень и другие полезные вещества. Нас интересует самое качественное сырье, и мы готовы заключать договор о поставках. И сегодня нас также заинтересовала ваша продукция с пантами, которую производят здесь, на Алтае. Возможно, она понравится нашим клиентам. Барнаульский ипподром в девятый раз стал центром проведения конно-спортивных соревнований на Кубок губернатора Алтайского края в рамках третьего этапа Большого Сибирского круга. На ипподроме разыграли 10 призов. Главный из них завоевали лошади, принадлежащие алтайским коневладельцам. Победителем соревнований на Кубок губернатора стал серый орловский жеребец Кахур, обладателем приза Алтайского краевого законодательного собрания «Гнедой жеребец» Мастер Джим, оба из конюшни Сергея Меркулова. Рыжий жеребец Колчак Эмиля Ишмухамедова выиграл приз администрации Алтайского края. Когда православный мир отмечал «Медовый спас», алтайские пчеловоды отметили профессиональный праздник – День пчеловода Алтая. И, как водится, в этот день не остались без сладкого. Тружеников пчеловодческой отрасли поощрили наградами Главного управления сельского хозяйства. За многолетний добросовестный труд почетной грамоты удостоены пасечники Павел Власов и Андрей Жабин из Миногорского района, а также пчеловод из Черышского района Сергей Рябов, а Михаил Ильин из Солонешинского района получил благодарность. Поздравляем награжденных и напоследок любопытное видео из Братской Беларуси. Вот такой картофель этим летом вырос в президентской резиденции «Дрозды». Именно так провел минувшие выходные президент Беларуси Александр Лукашенко. Вместе с младшим сыном Николаем за полтора часа с 18 соток он собрал 70 мешков картофеля. На этом пока все. Желаем вашим семьям здоровья, домам богатства, а полям урожая. Встретимся с вами в сентябре в привычное время на этом телеканале. Редактор субтитров А.Семкин